Привет всем друзья, добро пожаловать на канал об Австралии, об иммиграции в Австралию, а также о получении образования в Австралии, ну и наверное по всему миру. Меня зовут Александр Идаринкин и я являюсь зарегистрированным миграционным агентом в этой прекрасной стране, и это мой ютуб канал. Здесь я говорю не только об иммиграции, не стараюсь быть скучным, также мы вот смотрим различные новости, которые связаны так или иначе с Австралией, и мне хочется, чтобы эта страна вам стала немножко ближе. Если вы решите, что ваша страна не подходит для вашей жизни, решите перебраться в Австралию, я буду только этому рад. Ну а сегодня такое шуточное интересное видео, которое я нашел, в общем-то, на всемирной паутине, я прокомментирую некоторые вопросы. И написано 21 вопрос Америкой, который имеет для Австралии. И вот посмотрим на вопросы, и я вам дам ответы на эти вопросы. Первый вопрос, почему ваши... Я вам даже могу читать лучше на английском, давайте так. Почему действительно австралийские банкноты вот такие разноцветные, и почему это так американцев и всех других нервирует? Я считаю это замечательно, потому что, когда вы открываете ваш бумажник, к примеру, вы сразу знаете, что 20 долларов – это красная бумажка, 10 долларов – это синяя, 50 долларов – это желтая бумажка и так далее. Я считаю это очень удобно, замечательно. И вообще австралийские деньги, я считаю, одни из самых лучших в мире. И почему они сделаны из пластика, если вы скажете? Ну, потому что они могут служить дольше срок службы, дольше быть в обороте. Соответственно, вот вы видите вот такую деньгу, да? 100 долларов – это примерно 5000 рублей. То есть что я могу сделать с этими 100 долларами? Я могу их вот так смять, смотрите. И потом они могут выправиться. Я могу взять 20 долларов, так же я могу их снять, смотрите. Просто смять, фактически, да? И снова они расправятся. Я могу взять 5 долларов. Вот даже здесь видно просто один пластик. Я могу вас видеть через камеру. И они снова... Ничего с ними не будет. Смотрите. Мноу-мноу-мноу-мноу-мноу. Ничего не будет. Так что... Я люблю австралийские деньги. Ладно, давайте идем дальше. К следующему вопросу. Почему у вас кенгуру на монетах? Did you really put kangaroos on your coins? Конечно же мы это делаем. Где вот у меня доллар? Давайте посмотрим. Вот один австралийский доллар. Здесь кенгуру. Здесь королева. Так, идем дальше. И нам очень нравится. Мы рады быть под королевой. Идем дальше. Wait. You eat them. So you put your food on your currency. Конечно же мы едим мясо кенгуру. Но знаете, я пробовал его несколько раз. И не сильно, в общем-то, оно и вкусное. Обычно я беру стейк из баранины. Или что-то связанное с курицей. Но кенгуру так. Попробовать пару раз. И сказать, что просто я попробовал. Но вы, вы сами, скорее всего, пробовали мясо кенгуру, так как оно добавляется в колбасу. Так что будьте на чеку. Вопрос пятый. Is anything available in your country? Я всегда смеюсь над этим вопросом. Потому что в Австралии, может быть, вы смотрели мое видео про минусы Австралии. Кстати, вот не смотрели. Вот посмотрите, оно где-то здесь будет ссылка в описании. В Австралии вообще все залицензировано. Если вот еще на что-то нет лицензии, вас закроют и попросят сделать эту лицензию. И правила, и законы, в общем, есть везде. Шестой вопрос. Слышали что-то ваши ребята о рубашках или футболках? Ну да, действительно. В Австралии очень жарко, хороший климат. Почему бы нет? Возможно, это сделано, этот участок, эта фотография сделана где-то в Кернси. И я не удивлюсь, если люди пришли вот именно так на участок. Поэтому все нормально. No ice made. Седьмой вопрос. How much pack wine do people drink? Без комментариев. Австралийцы, в общем, любят выпить, да. Следующий вопрос. Восьмой. Ну, в общем, и по сквернословить тоже. Пропустим его. Вы поняли, что я имею в виду. Девятый вопрос. What's with the sales? Do you think you are England? Да. Да, да. Иногда мы думаем, что мы Англия, иногда мы не думаем, что мы Англия. Десятое. Кстати, тоже интересный вопрос. Why your pharmacy is called chemist? And why don't they sell beer? Это на самом деле очень интересный вопрос. Ну, знаете, особенно если вы, не знаю, с России, возможно, вы с Украины. И у нас, когда приходишь в аптеку, в принципе, покупаешь лекарство. И она выглядит как аптека. Да, там можно купить там зубную пасту или что-то еще. Но это не так, как в Австралии. В Австралии ты не подумаешь, что аптека – это и есть аптека. Потому что, ну, посмотрите вот на фотографию, да. То есть, они продают все, что только хотите. Но если вам нужно лекарство, подойдете и дадите там направление от вашего доктора. И вам выдадут лекарство. Да, смешной вопрос. Идем дальше. Одиннадцатый вопрос. Давайте его пропустим. Не люблю бейсбол и не люблю крикет. Двенадцатый вопрос. Why do you call ketchup, tomato sauce and charge for it? Да. Они называют это tomato sauce. Идем дальше. Тринадцатый вопрос. Почему вы называете Burger King и Hungry Jacks? А вообще какая-то была история такая, насколько я помню, что то и что-то было занято имя, что ли, что-то еще, какие-то права были копирайта. Здесь, как вы знаете, из вопроса пятого в Австралии это распространено. И, по сути, Hungry Jacks – это и есть Burger King. Идем дальше. Четырнадцатый вопрос. Why do you like pizzas? The size of our personal pizza. Да. Интересный вопрос. В Америке все просто больше. В Америке, наверное, нет, как в Австралии. Или, допустим, вы можете брать Coca-Cola в McDonald's. Small, medium, large. Но в Америке будет просто, допустим, large или просто какой-то стакан, который будет, наверное, даже больше, чем large в Австралии. Соответственно, то же самое и с пиццами. Why are pies filled with meat instead of fruit? Да, ну, в Америке, по-моему, есть apple pie – это национальный пирог, насколько я знаю. Ну, в Австралии, да, мясной такой пирог. Потому что мы, наверное, живем в таком ужасном климате, как многие подумают. И страна была такая неосвоенная, очень дикая. И когда сюда приехали, все мейты очень испугались. И поэтому нужно было много энергии. И вот такие пирожки родились. И мне не знаю ответ на этот вопрос, на самом деле. Идем дальше. Шестнадцатый вопрос. You know, that's not how we make that right. Да. Идем дальше. Пропустим этот вопрос. How is high your second lowest fire danger rating? Да, такие, в общем, знаки есть в Австралии. И в этом есть тоже доля шутки, я думаю. Восемнадцатый вопрос. Why is this something you are proud of? It's out of there. Ну, австралийские, в общем, пауки – это национальная гордость. Они везде, очень много видов. Почему бы ими не гордиться? Мы гордимся пауками, а еще мы гордимся змеями, попугами-кокоду, кукобарами и многим чем еще. Девятнадцатый вопрос. Why do your pigeons look like this? Да, это самая такая нехорошая птица. Не очень нравится, потому что она не очень хорошо пахнет. В общем, это ибис. Здесь есть голуби, но очень много ибисов. Везде, особенно в центре, и они лазят по помойкам. Ну, в общем, нехорошая птица. Идем дальше, посмотрим на двадцатый вопрос. Ну, прочитайте вопрос и улыбнитесь. И последний вопрос. And seriously, what's to deal with Vegemite? В общем, Vegemite кто-то любит, кто-то ненавидит. И я отношусь с тем, кто любит Vegemite. Если вы подмажете немножко масла, очень тоненькое масло, немножко Vegemite, и это будет ваш завтрак. Вы точно его полюбите или возненавидите. Если вам понравилось это видео, поставьте классы, лайки, а также подпишитесь на мой канал. Здесь будет очень много интересного об Австралии и серьезной информации. Вот такая шуточная, где мы можем улыбнуться и посмотреть на Австралию с разных сторон. А также записывайтесь на консультации. Если у вас есть такое желание, пишите сообщения с вашими вопросами по иммиграции. Если вы хотите записаться на консультацию, если вы хотите обучаться английскому по всему миру, также можете написать мне. Ну и вообще, привет из Сиднея, и до следующего видео. Пока!